Добрый день, дорогие друзья! У нас мало, но мы многое состоится при любой погоде. Сегодня еще одно прекрасное мероприятие происходит в Москве. В 18 часов на Дубровке в театральном центре состоится презентация видео-версии Нурдоста. Это мюзикла Нурдост, официальная видео-версия, которая была снята уже после захвата. Снята профессионально, хорошо, и вот сейчас она будет выпущена. И если мы с вами постараемся, то мы даже успеем туда доехать, потому что вход там бесплатный. И это просто встреча друзей и поклонников Нурдоста. Вот, а сейчас мне посчастливилось в этом мюзикле играть, и мы еще об этом сегодня на нашем концерте поговорим. Это Евгений Бульков. Ну, в общем, перепутать круто, но ладно. Мы почти готовы. Мы почти готовы. И начинаем. Наша программа будет продолжаться полтора часа без антракта. И в ней прозвучат песни самых любимых наших авторов. Один из них Михаил Чурбаков, который занимает, в общем-то, в нашем репертуаре такую лидирующую позицию по количеству произведений исполняемых. Мы даже записали целый диск, 15 песен Чурбаков в моем исполнении. А всего мы записали 27 произведений Чурбакова. Вот существуют в аудиозаписи в моем исполнении. То есть можно представить себе, какой процент вообще он составляет. Михаил Чурбаков, песня называется «Балтийские волны». Порт без трутки синева, Кресик не то не наносится, В рубке радист репетирует, Точка-тире, запитая. Девочка машет С берега белым рукой Все заботы машут В ответ Самый красивый Не машет. Жаль, жаль, А вот и не жаль, Очень им нужен красивый. Пусть он утомит геройски Со всей эскадрой вместе. Ангелы Божии Станут ему улыбаться, Ей, что ли, плакать тогда, Вот еще глупости тоже. Слез, грез, чудес в решете Ей бы теперь не хотелось, Ей бы хотелось, Пожалуй, что бабочкой Вытянной небкой. День срок недолгий, Он бы пройти незаметно Начу на рек трепетать, Сердцу ее запретило. Ночь Чатому Дунай Вон и Балтийскому небу, Но Твяст Гутки Синева Сумасшедшее Соло Радисто Плачь, Плачь, О сердце, Ночь Минова Бессмана Тень Не забыл прийти, Ждать Холод Рожде Минова Редактор Минова Сергей Коношенко на стихе Алексея Тидорова Объяснение любви. Я ваш воспитанник, Радик, Давно и навсегда. Не вышли в холодной рябке Тяжелая вода. Я рад, подавшийся в бегах, Да только зря дурил, Поскольку ваши берега Дотягут, да курят. А у глуштинской волны, Что от московских мрадов Коснулся ты моей струны, Затпител и миндра. Соседка громких мертвецов Влила мне взглядом смелость, Зеленые меди, мглы дворцов Сгорающих небес. И наплывает маеда От яда на года, И снова плещется мута Тяжелая вода. А у глуштинской волны, Что от московских мрадов Коснулся ты моей струны, Затпител и миндра. И наплывает маеда От яда на года, И снова плещется у рта Тяжелая вода. И снова плещется у рта Тяжелая вода, И снова плещется у рта Тяжелая вода. Песня называется «Перечитывая северянина». Написал ее Владимир Музыкантов. Песня посвящена прекрасному месту под Керчью, Вардовскому лагерю Борзовка. Песня «Перечитывая северная вода» Песня «Перечитывая северная вода» Песня «Перечитывая северная вода» А еще три минуты До сезона полета От сезона дождей Помни о Византии, напомни Нашу летнюю сказку Помни южную ласку Помни яркую краску Помни добрый музей От развесистой черноры Шуры-пуры, тары-пары Я на пляже рок-клон На Ливерпульский рок-клон Я понимаю, что судьбу Не угадать, ты улетела Далеко и не вина Где ты, синий шляп и кометы Но в море наши монеты И мы вернемся сюда Помнишь, это было в море Это было в море Где ажурная пена Где встречается редко Городской экипаж Городской экипаж Городской экипаж Потому что вокалисты Они когда поют Они вообще ничего не слышат Поэтому Заведение, в котором мы находимся Так и называется В честь вокалистов Которые ничего не слышат Когда поют Интересно, что там у нас Что там у нас На третье Сейчас у нас Один из любимейших авторов Юрий Висбор И несколько образцов Его любовной лирики Ну как любовной Практически эротической Надо сказать, что Юрий Висбор Будучи очень жизнелюбивым Человеком И таким очень разносторонним И очень любившим Свою эпоху Своих друзей Свою жизнь Свой город Свою страну Он, пожалуй, из всех бардов Единственный Сумел подняться Вот к таким вершинам Эротизма Которых потом В своем творчестве Ни до него Ни после Никто не достигал Юрий Висбор Вот хорошо И тихо И достойно Ни городов Ни шума Ни звонков Ветры открыты все Четыре стороны Мачта заснял И парус Облако Ветры скалы Кус Словно лодка И далекая Далекая Семья Ветры скалы Кус Словно лодка А в лодке Ни вези Ни руля Из-под церкви Желтели до сеней Вишния солнца Щиплет Щеки нам Ветры скалы Ты говоришь Куда это нас Сносит Я не сказала Но так Утемлена Ветры скалы Ветры скалы Словно лодка Недалекая Недалекая Ушли Соблака Только вот жалко Вереск тут Идут Да и пожалуй Этих мест Не отыскать Песня Написанная Совместно С первой женой Анной Якушиной Дома и тут Тебя ловили В непредугаданный Тот час Снега со льдом Наполовину Лежат как будто На запас По чью-то душу Чью-то душу Но я клянусь Не потворю Тебя и годы Не задушат Тебя ни в горы Не убьют Ты напиши Напиши мне Напиши мне Не поленись И напиши Какие новые Тебя вершины Тебя видны Тебя видны Среди вершин И что поделывают Зори Твой синий путь Переходя И когда мать Стоит до зори Подстанет грудь Косы дождя А мне все Чудится Ночами Тепло От твоего Плеча Вот Четырьмя Крестясь Лучами Горит В ночи Твоя На свечах Дожди Пролистываю Когда ты Но видно мне И сквозь дожди Стоишь ты Глузный Бородатый И говоришь Не осуди Да пустяки Такое дело Не осужу Не осужу Мне б только знать Что снегом Бег Еще Поро И так За пруджу Мне б только знать Что смерть Нескоро И что прожит Оно Не жаль Что есть еще На свете горы Куда так просто Убежать Что есть еще На свете горы Куда так просто Убежать По самой длинной улице Москвы По самой светлой Улице Москвы Где нет листовы Но много Синевых Там наш трамвай Скользит Вдоль мостовы Москва 12 Убежать Он не ледокон Да и Москва Речушка Не нелав А мне с тобой Так просто И легко Здесь не нужны Ни песни Ни слова А в летних Парк Развесеет И Легкая 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 И ненадежная Грусть А мы На это Смолу Выглядим Сюжеты Пьесы Знаем Мы Изглась Но Наш Ваяж На счастье Вмечет Ах И Вспугнуть Б Это Невзначай И Лишь Плеча Касается Плечом Когда Волна Волнует Наш Трамвай И Лишь Плеча Не Касается Плечом Когда Волна Волнует Наш Трамвай От Столкновень На Бортах Клевом А к нашей Судьбе Словно Гораблик Немного Краски Временный Ремонт И Вот Опять Мы Вход Ушли Конечный Пункт Асфальт И Плеча Мы Сходим Вмиг Покинут Тихий Трамвай Ах Если У нас До старости Начал Наш Замечательный Ручной Трамвай Ах Если У нас До старости Начал Москва Двенадцать Старенький Трамвай 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 Аплак Кто Вот придумал таким мелким шрифтом печат? Мой сын Витя. А сегодня же печатал мою программу. Дорогие друзья, а сейчас мы перейдем к женской лирике. Женская лирика от мужской отличается тем, что мужчина все-таки на что-то надеется еще, а женщина никогда уже ни на что не надеется. Ни в коем случае. Она наоборот говорит, я улечу, уеду и у вас всех. И счастье не видать ни мне, ни вам. Как-то так. И, конечно, Юна Морец в этом смысле впереди всей нашей бардовской женской лирики. И надо еще отметить, что это птица, она должна быть обязательно. Обязательно должна быть. Тема птицы и почему я не птица. Как это так? Мы сейчас подаем песню на стихе Юны Морец, на музыку Сергея Никитина «Объяснение в любви». В ля-миноре. Мой друг, мой безумный, мой свет голубой, Умчалась бы я в понедельник с тобой, Туда, где в классической синей ковбойке Поет у костра, синий глаз и ковбой. Под корней густья доносия мотыльком, Тебя догнала бы на судне морском. На мачте бы я трепыхалась до гавра, А в гаври вышла за тобой босиком. И в свет не ползал, и в свету могла Замечаться луна, где растет паупа. Могла бы я стать одуванчиком в снегу, Он чуду налетает и духом несла. В четверг замечательно рвнуть в его, И выдохнуть где-нибудь рядом с тобой. Солнечные грехицы, в облачные швейцы Обняться на реке, смешаться с толпой, А пятницу в пятницу гуси летят, И лебеди тоже куда захотят. На лебеди гуси тебя догнала бы в попасах, Где ветры на дворы свистят. И даже суббот не хочется на ничуть Пуститься в таком небольстительный путь, И шепотом в лувре к тебе обратиться. Я здесь не всегда, я везде не забудь. Но мне воскресенье приятнее всего, В кофейне, на рейне, где много всего. За столик присесть, где с каларной подружкой Гуляешь и ждешь меня меньше всего. Умчалась бы я за тобой в городах, В бомбазды и в парень и в кое-куда. Но сколько селедок, картошек, петрушек, Никуда и круто, куда ты. А я никуда, я никуда. Ум-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Поздно, потому что мы продолжаем петь «Женскую берегу». Это будет сейчас хоровой номер. Вы будете нам его подпевать по мере возможности. Это песня Владимира Краснурского на стихи Николая Заболонского. Вам прекрасно известная. «Городок». Целый день стирает прачка, муж пошел за лодкой. На крыльце сидит собачка с маленькой пороть путкой. Целый день она корочит умные голодерки. Если в доме кто-то заплачет, загустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочки Марусе. Открытили, Марусе, петухи на бусе. Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе. «Больше бы не разрешивали». Иисусе. «Больше бы не векер». «Больше бы не векер». «Сколько ходит по Тарусе?» «Больше бы не векер». Петухи, да гусь эти, Больше бы не гладели. Ох, как худо жить, Малоруссия, В городе Таруси. Петухи одними, да гусь эти, Господи Иисусе. Петухи одними, да гусь эти, Господи Иисусе. Дмитрий Антонович Сухарев имеет такую черту в биографии, которую наша биография делает похожими. Дело в том, что наши мамы были актрисами, и мы как раз из тех деток, которые выросли за кулисами и вдохнули пыль кулис, и это пыль до сих пор в наших легких. И мы выросли в любви и уважении к людям этой трудной, поверьте мне, благодарной профессии, с одной стороны. А с другой стороны, мы можем себе позволить смотреть на эту профессию без всякой романтики. Песня называется «За фортуной». На дороге, на зарожье, Бурова, да лебеда, Едем, едем за фортуной, На телеге, сковорожье, Не рассказывай дорожьей, Что дорога никуда, А что далече, Что никуда ведет дорога, А мы будем, будем, будем Комедию плавать, А вы хотите, не хотите, Только хотите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. Мастер на глаз, Штаские парик и штиплеты, Но за румянами Видно черты мудреца, Вам ли не вернуть, Что спятые лады, Куклеты, Так же не вечно, Как стутый ветром У лица, А что, Да не черт, Мы не даем комедии вора, А мы будем, будем, будем Комедию плавать, А вы хотите, не хотите, Пухорочите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. Мастер, Вашей же парик, Посиделый побылец, Ваши непризмы, Уже не смешны никому, Все орликины, Кровы с оплёй Подавились, Все копиюшки, Камы, Вечую тьму, А что, Да ничего, Да ведь нам не минут срок, А мы будем, будем, будем Комедию плавать, А вы хотите, не хотите, А пока хотите немного, И как миленькие будете Комедии внимать. На дороге, Казароши, Муралат, Да лепеда, Едем, едем, За фортуной, На теряге, Сковорожей, Не рассказывай, Хорошей, Что дорога никуда Моросит на берегоне, Город скрылся вдалеке, Едем, едем, За фортуной, В разукрашенном форгоне, И легкие, Лихие кони, Будто едут на реке, Тихие кони, Будто едут на реке, Эту песню я всегда традиционно посвящаю моим друзьям, актерам, главным образом тем ребятам, с которыми мне посчастливилось работать в мюзикл-нагурдост. Сейчас мы вам споем сцену из мюзикл-нагурдост, одну из самых красивых сцен и спектаклей. Это свидание Кати и Сани, когда они встречаются после девятилетней разлуки и хотят объясниться друг с другом, но не находят нужных слов и так и расстаются, не сказав друг другу о любви. Эта сцена состоит из такого диалога, Кати и Сани речитативного, который происходит на фоне вот красивой такой ансамбля песни, там влюбленные гуляют над речкой, в девушке в белых платьях, в юноши в белых рубашках, и все это очень красиво и очень романтично. А потом эта сцена заканчивается таким дуэтом Кати и Сани, которым они вот как раз и сетуют на то, что не удалось им поговорить друг с другом. Итак, сцена из спектакля мы тут влюбленные. А красит закат Сцена из спектакля, Сцена из спектакля, а значит, сцена из спектакля, что не спектакля, И влюбленные. Как много ты сказать хотел, но снова не смог, хватит молчать. Смелеть, как трудно найти простые слова, и кружится, как малый лет назад голова. Ты вновь не огонь, свиние в глазах, неужто это все, что ты хотел ей сказать, что ты несешь? Молчи! А ты так много утекло, что повить, как разрыв трава, нас друг от друга отсекло, и не дает найти слова. Девять безмолвных лет стали тому виной, годы сомнений вели между нами стеной ледяной. Годы безумных снов, годы безмолвных слов, и нам их не прожить уже с начала. Стревоженное сердце в тишине колотится в груди упруго. Ах, как же нелегко выйти наедине, услышать друг друга, И выпустить домой, любить, сгорсти, слова, что столько лет томились, Слова, что к облакам способны вознести, их нужно только вслух произнести. Слова, что к облакам способны вознести, их нужно только вслух произнести. А теперь у нас есть для вас сюрприз. Для тех, кто давненько не была на наших концертах, Действительно, сейчас вы испытаете культурный шок. Ты сейчас об этом? Да. Ну ладно. Опа. Маленький. Так вот, это не гитарка из детского мира, как вы могли бы ошибочно предположить. Это вовсе даже самый настоящий музыкальный инструмент, который называется укулеле. Это гавайская гитарка. На гавайи этот инструмент завезли конкистадоры, которые, видимо, не могли везти с собой что-то большое, Потому что у них было мало места на их корабликах. И они как-то так адаптировали старинную ренессансную гитару европейскую до такого размера. А дальше этот инструмент в Европе как-то перестал, по-моему, быть слишком распространенным. А на гавайях вот живет до сих пор. Они бывают самых разных размеров. Ну вот это самое маленькое из возможных. Ну и вот до каких-то вот таких вот цветов, наверное. Ну и продолжая эту историю, этот инструмент в дальнейшем подарили ему день рождения Марии Мещук, жене Вадима Мещука. И именно этот инструмент. И я у нее его отнял. А Евгений Николаевич был, к несчастью, тоже приглашен на этот день рождения. А он известен своим свирепым нравом. И он набросился на Марию и отнял у нее инструмент. Он же сильней. То есть он в честном бою его... Это справедливо. Да, это справедливо. И в завершении этого инструмента нам, прежде всего, почудилось, что это итальянское. И мы его применили к песне Михаила Щербакова на стихи. Ой, то есть песня Михаила Щербакова на музыку итальянского композитора Нина Ротта. Песня называется «Памяти всех». И музыка эта звучит в кинофильме «Крестный отец. Часть 2». Секунд 7 примерно. Она там и звучит. Но вот Михаил Щербаков ее расслышал. И применил вот к такой вот... К этой своей балладе посвящению эмигрантам. Вы знаете, что первая волна эмиграции конца 80-х... То есть не первая, а именно такая подсоветская волна ехала через Рим. И песня, собственно, об этом называется «Памяти всех». Песня. 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 Клеточку костюма, Ах, эти барышни глазами Серьезными своими Маргарет так приятно. Мы умрем, черт вы с нами, А вот что случится с ними Совершенно неизвестно. На скаминке ренессансною Античного забора Не забудь, что ехать скоро И бесед не проводим. Что там за архитектура, синьорина? Что за флорадан, синьора? Не твоя печаль, приятель, по гулям, проходи. Свой черед коснется слухом Тот сигнал болтонный строгий, Что вязать векет по жидке, Ни пера тебе, ни пуха, Отдохни перед дорогой. Блажный рассвет тебя разбудит, Портье ключами щелкнет, А дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторно смолкнет, Колокольчик распоется. Жизнь одна, второй не будет, Но пока волторно смолкнет, Колокольчик распоется. Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Между нами связи нет никакой. Даже не фокусник может провести между нами рукой И подтвердить, что связи нет никакой. Или что-то темп в лице остывая, Уголек ворончится во сне. Все это только видимость, видимая из гнева, А между нами видимость нулевая. Нечего сказать, связать, развить, исправить. Иллюзионист ляжет узелок на память. Нечего сказать, порвать, разбить, расправить. Иллюзионист ляжет узелок на память. Между нами нет никакой связи. Между нами связи нет никакой. Даже не фокусник может провести между нами рукой И подтвердить, что связи нет никакой. Свети нет никакой. Свети нет никакой. Иллюзионист ляжет узелок на память. Песа Елена Казанцева посвятила когда-то мне два стихотворения. И я таким образом вошла в историю русской литературы, Чем необычайно горда. Когда-то давным-давно Елена, проезжая из Самары в Минск, Где она живет, останавливалась у меня в доме. И, собственно, отдельно тестировала Необычайной красоты надувной матрас. Она на нем спала, а утром, проснувшись, Она потребовала ручку и бумагу. Бумаги в моем доме не оказалось. Тогда у меня еще не было сына школьника. И бумага у меня была ни к чему. Но я нашла такой вырванный из тетрадки клетчатый листик, На одной стороне которого была расчерчена пуля. Потому что вечером накануне мы играли в преферанс. На обратном стороне Елена круглым и ровным почерком, Без единой помарки, написала следующее стихотворение. Лида купила двуспальный матрас, Чтобы поехать на юг. С этим матрасом уедет от нас Верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас Гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас, Может, захочет вернуть этот матрас Навсегда в магазин, Пусть принимают старье, Где-то на юге заплачет грузин, Так и не встретив ее. Лена очень правдивый художник. И она всегда пишет в своих стихах только правду, Только то, что было на самом деле. Когда ее спрашивают, Лена, почему у тебя в твоей знаменитой песне «Я скучаю на матрасе лежа», Сказано, что-то не идет ко мне, Алеша. Лена разводит руками, Ну, рифма-то Сережа, Всем понятно, что было бы лучше, Что не лежа, Сережа. Но Лена разводит руками и говорит, Нет, Алеша был. И, видимо, действительно, В ее жизни был какой-то Выдающийся совершенно Алеша, Потому что ему она посвятила Следующую песню, Которую мы вам споем. Это такой Мещанский романс. Я скучаю одна денежка, Догорают в окне небеса, На извозчике едет Алешка, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешка, Неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна денежка, Даже белого хлеба не ем. А извозчик в тулупе варь, Погоняет в люковом коня. Я любилась так малым, Но никто не полюбит меня. Я тоскую одна, Одинешка, Догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешка, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешка, У него голубые глаза. Михаил Щербаков. Да, давайте сначала начнем, Потом... Все в порядке? Спит, когда волна спят, Дальфины спят осенние цветы, В черном море спят, Дальфины в первом море спят киты. И под бери, Парен собака, Улеглась под сонный куст, И собаки сельцезнаки, Зодиака, Сладковатые над кустом рампа. Грязнет лампа, Грязнет лампа у ворот, День уходит, Ночь приходит, Все в рампу, Все пройдет. Путь не длинный, Не короткий, Возвест в рампе, Запах в банке, Кромко-дременный ночлег, Скрипы солнца в коробе, Скрипы пели, Серклы белых, Да не берег, Пушный рек. И висит туман, Горячий на незрячих фонарях, И поет певец, Бродячий на далеких островах. О мазури, как фальтолы, О бухарской чайхоньях, И огрузчике, как фальтолы, И немного об умении о том, Что кто-то вроде тысячи счастья Не найдет, И на том, что все проходит, Все проходит, Все пройдет. Эх, прошел, У нас все тоже, Ночь прошла, Прошел, Прохожий, Путь дальше, Заврагалась, Свол привет, Ушла собака, Только знаки зайдя, Да даже день, Ох, хрена. День ходит, Ночь приходит, Все проходит, Все проходит, Все проходит, Все пройдет. Евгений Николаевич, Он быклый, Он на сегодняшний день Уносит гордое звание Известного хубелиста, Но борется за звание Великого хубелиста, Поэтому сейчас мы вам покажем Какие-нибудь инструментальные композиции Его исполнивания? Какую именно вы хотели бы сегодня В это время суток сыграть? Я сегодня специально для вас Приготовил Вальс, который называется Солна или Тень Не Суэльский вальс еще называют Но мы еще Помимо того, что Мы исполним Для вас его еще Я имею сегодня вам картинку, Которая явилась бы живой иллюстрацией К многообразию мира И его жизненных форм Вот если мы Встаем рядом всегда Я с этой маленькой гитарой А Алида Со своей большой Это вот Я всегда улыбаюсь По крайней мере Сделывы или сдерживать смех? Честно говоря Сейчас мы посмотрим На вашу реакцию Хорошо, Игорь Николаевич Ой, что-то не поет Не поет А где наш звукорежиссер? Вот Так тихо, что ли? Я не могу понять Все Слышно хорошо? Все хорошо Хорошо Я вот там сижу у себя У меня здесь колоночка А вы что-то здесь слышите? Я понятия не имею Слышно хорошо Слышно хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы когда-нибудь У тебя не хотели Сыграть? Нет Нет? Ну хорошо Тогда Кладите его у него Хорошо Сейчас Я вам спою песню Ангелла Щербакова Которая Своего рода Игорь Николаевич Смертельным номером для исполнителя, потому что там очень плотный текст на длинницу музыки, слишком много слов. Песня — это такой шизофренический бред безумного сценариста, который сочиняет некое кино, скорее всего, немое кино в начале века, про какие-то жуткие страдания одного молодого человека, впрочем, вы сейчас все услышите. Что касается сумасшедших сценаристов, у нас есть один знакомый, который принимал участие в написании сценария к сериалу «Кармелита», по-моему. Я ни одной серии не видел, но он рассказывал одну смешную штуку, что в одном из сезонов некая бабушка там есть героиня, цыганка, она у них умерла. Но когда они возобновили обещание, в следующем сезоне продюсер пришел и сказал, знаете, надо бабушку вернуть, она очень дорога зрителям. Задача не из простых. Тогда они купили ящик водки и стали думать, как бы им вернуть бабушку. И тогда они вспомнили, что, собственно, сцены похорон в фильме-то не было. И они решили, что бабушку они как бы положили в мавзолей. Но вы же знаете, что цыган, это принято, да? Они все, они кладут в мавзолей. В общем, короче, бабушка... А в протяжении трех серий она, значит, неким голосом к дедушке являлась. И говорит, приди же, приди же, посмотри же в Йолкинду, я же там живая. Вот он пошел, посмотрел, точно живая. И вот так чудесным образом сценаристы вернули к жизни любимого тренажа всех людей. То, что ты говорила о сумасшедшем сценаристе, вот относительно этой песни, ты бы сказал, что он гениальный. Я не знаю, что Михаил Щербаков на самом деле хотел сказать этим произведением. Я думаю, он хотел что-то такое нам сообщить о экзистенциальной, о перипетиях, любовных. Но я вижу это именно так. Сумасшедший сценарист и безумный топер. Предположим, герой и молодой человек, холостой кавалер, должен ехать в провинцию, не так надеюсь и делать дело. Расставаясь с избранницей, он расшарит слезою, ты ли я? И, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому. В сотый раз напоследок уже улыбить, умолять писать ему, чтобы тому не было в день по письму, рисовать глупо на конверте и слать неприятно скорей. И красавица тем же вполне в душе отвечает ему, обещает писать, ободреть кивком, одареет цветком, наконец отпускает их десять минут, забывает о нем. А герой повелев ему жеку не зевать, через сутки пути прибывает на место, держает гостиницу и принимается существовать. То есть это удвижится, сделанное мясо в экипажине, озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур. Что не день на подарки поет, за кому не жалеет умолять, покупая смаранды и хлопы, серебряных всяких сумбур. Или в номере, кстати, весьма дорогом, вечерами письма от негодницы ждет, издывает от скуки дурак дураком. Не пьянея, глотает ликерами с пиви, без охоты жует, ожидая в тортах, казусловно, на нем от руки глупком. И на мясь ожиданием ходит по бархату взад и вперед, а кокетка не помнит, она занята, что не день ежечасно ее с головой поглощает забота, то это то так, то не прошли гости, то не грень, то кому маскарада, то сам маскарад, то верчень и столов, то большая примерка. И так, что не день, предположим, неделю проходит, он ждет, а письмо не идет, то иструхнули связи, обнякли усно и помякли миры. Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход, и один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Пройдя две ужасные ночи весна и девятые сутки в единый прием, он затвор на москлянку, что свалит слона, осушает и ураг, наконец, оглушает его забыть ее. В это самое время внезапно о нем вспоминает она, то есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро понимает, конечно, певает, сбивая бумагу, берет и перо. И строкой строкой погоняет строка, и просветом восстание будет пустой, как почтовый роман в одном дегущей до ночи короткал. На десятые сутки с утра просыпается наш кавалер, выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно. А потом не спеша тормошится, твоя ж достает револьвер, и, конечно, стреляется прямо на бархате, что не умно. Конверт-то надписан уже и закрыт, не без помощи воска, смолы от меня осилует, глупко в волке не забыт, Путяные сдержки рассчитаны, нарочный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствия определили, а пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный, боже ж ты мой, это как он поскачет сейчас, полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой, а часа через два, без того, без всего, на дворе постоялом я встречу его, и в глаза посмотрю, все-значально, но не скажу ничего. Разговаривать некогда, да и зачем, господа пассажиры, четвертый звонок. Занимайте места, живу-прежу-зем, и ложной форитра, кто не согласен, вот бог, вот порог. Лишено, что мы едем в Эдем, это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа, вы жоры. Таков эпилог. Или, может, эпига, не все ли равно, я их, знаете, путаю. Профиксовинка его не по смыслу считать заодно. Ухажите мне Эдем, и этот язык, как я вникал ни в него, ни в них. Между тем, не последний, по общему мнению, был ученик. Ну, это был такой фокус, а теперь вполне себе приличная песня. Это песня Юлии Кима, Геннадия Гладкова, написана для, чуть ли не одна из самых первых их совместных работ, написана для кинофильма «Точка, точка, запятая». «Точка, точка, запятая», вышла рожица смешная. «Точки, ножки, обуличек» «Появился человечек». Что увидел эти точки, что поставил эти ручки? Налекнули эти ножки, уведут его, он будет шикна среди, за это не ответил, его нарисовали только и всего. Что вы, что вы, это важно, чтобы вырос он отважен, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно, только да, из человечка выйдет человек. Впрочем, знаю, даже дети как прожить на белом свете летчатого вопроса, нету ничего. Просто надо быть противым, благородным, справедливым, умным, честным сыном, добрым только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начать видеть, а потом идти придется через горы и обрады, так что прежде человечек выучить сходить. Как чудесно, что однажды получается то, что раньше не умею, но тот чешу в береге обозначается не достиглый предел. И вот так сидешь, пока не одареешь, и к концу окудит. Не видно, но зато будет чешно, станет время, и однажды ты сумеешь то, что не убил еще никто. Дочка, дочка, запятая, да, кружочка, место глаз. Дочка, дочка, запятая, это кто-нибудь из вас. Добрый путь, дорога, требует от вами, и мечтам зовет. Искать и находить, ты поймешься на горы, не пройдешь через обрад, только прежде учись уходить. Дочка, дочка, запятая, дочка, дочка, запятая. Владимир Васильев, замечательный автор из города Харькова. Который знаменит главным образом двумя своими произведениями, когда я был щелком и верил в грезы детства, и песенкой «Ткачи» либо «Та дурак видом на месте». На самом деле, у него творчество гораздо шире, чем эти две песни, и интереснее его уже. Сейчас мы вам покажем несколько песенок этого замечательного автора. «Стрекозы муравей». В этом произведении Владимир Васильев выступил как композитор, сочинив музыку на стихи знаменитого нашего выдающегося поэта, писателя, публициста и гуманиста Дмитрия Быкова. «Басня». Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу. На стеклах ледяных играет мертвый глянец, зима сковала пруд, а вот и снег пошел, смотри, как я пляшу, последний стрекозел, смотри, уродина на мой, последний камнец. И были времена под каждым мне листком, был столик, вазочки и чайник со свистком, и радужный огонь. Расистово-дапитно, не только ты втрог, в обиде мирской, что добывается не потом и тоской, а так из милости, задаром от избытка. Завернут ли все цветы, ветра сошли с ума, а всем, у кого был дом, попрятались вдова. Согренные рабы соломинки таскают, мышь, не способные к работе и борьбе, умеем лишь просить, пусть и меня к себе, и борьбе подыхать, когда нас не пускают, когда-нибудь в район, где пляшет и вышиня. Веселой воде, ты поползешь ко мне, худой, мозолистый, углевый, большеротый, с авистью следя, воздушный мой прыжок, попросишь стрекоза, пусти меня в круглок, а я тебе скажу. Пойди-ка, поработай. Чем нам еще близко и приятно творчество Владимира Васильева, тем, что песенки его очень маленькие. И вот мы хотим записать диск «Пятнадцать песен» Владимира Васильева мимо в некотором замешательстве, потому что он продолжительностью получается минут двадцать. В диск все пятнадцать песен укладываются вот в это время. Ну, мы найдем какой-нибудь способ. А сейчас мы вам споем два романса Владимира Васильева. У нас, кстати, инициация. Два романса. Вечером вы ожидали полковника, гром доносился военных музык. Выдвинул челюсть мамонт на полу комнаты, вырисунув платья в огрянный язык. Сердце на него в огрятия сладкий, разум в объятия того, что двинула ящик божественной пяткой, лязгнул помой, язык прищепил. Аплодисменты. Подвич предвкушая водку два удовленных скрипача, в рели вонючую селедку за хвост колючий влача. Селедка головой мотала и губы на бок свратит. Романс не громко напевала, перебирала и чуть мотив. О, Боже, как же я забыла и далеко и ночи селедка. Аплодисменты. 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 Ирина Васильевна. Мы между собой называем ее гравюрой, хотя она, по-моему, без названий. Будьте внимательны, осторожны, сейчас Евгений Николаевич Ну, это, конечно, предупреждено, значит, вооружу. Брюханаты, облака крючевые, плывут, как ригаты. Взглядом сужен, и метель, скрипут горизон, никого. На направлении песчаных бальханов, мимо них, пронеслось стадо диких мужланов. Табаком резким потом, густым переговором. Глаз ударил, и девы воскликнули срам, нам подобных сокровищ не надо. И там, и пошли по пескам, по следам. Из лягушки она превращалась в девушку, ой, не до целого. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть навыкотят, а так ничего. Ты не печалься, царевич и мамушка, говорит ему девушка. Это ничего, что спина у меня пугырчет, зато ноги прыгучие. Эх, не доцеловал. Мудрецы о тебе кумеками Назвучали не те слова, разводили руками лекаря. Крепко спил, но скорее живо. И бросался ей в степь ковырю, и распугивал вранье. И на меч путь вину пыльную наворачивал, как тряпье. И на ответы искал у нечисти, как дорога к тебе долгал. И отчего ты, бедня, выпечешься, бы упрошала меня еда. Кто сидел я на хлебаной куточке, кто безудин в жопе рала. С пьяным займкой на прикудочке, в одной теме, как гребал. А глянь траву я заваливал, за моря бежать был готов. Зайка семенький уговаривал, поцелуешь всего делом. И бездумно ловился в чащуя, и задумчиво гладил рот. Россия, царевна спящая, поцелуешь, навек уснешь. Ну и, конечно, самое знаменитое произведение Володи Васильева. Это песенка «Сказки голый король», песенка ткачей. Надо сказать, что мы вот два дня назад приехали из Белоруссии. Ну, зрители наши хором постановили, что эту песню надо сделать гимном Белоруссии. Все так устраиваются. Либо ты дурак, либо не на месте. Но я думаю, что нам тоже, в общем, есть чем похвастаться в этом отношении. Я думаю, что в нашем хорском пространстве она никогда не потеряет актуальности. Это так. А я более оптимистично смотрю в наше будущее. И, тем не менее, давайте вместе, уже ближе к концу нашего концерта, споем знаменитую песню Владимира Васильева «Песенку ткачей». Когда глаза таращат страх, решается не всяк, Набравшись смелости сказать ей, это так. Трусливый забирает дух, куда надежней тонкий юх, Когда приходится всерьез решать одну из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте. Дурак! Револьный дерзкий год в качану короля служить, Легко искуснейшим качанкам золы залезть и шить. Придворный лёд всегда дураком, Носите его белышних слов, Но голым голого назвать. Ищите дураком, Либо ты дурак, либо не на месте, Либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, Либо не на месте, и дурак. Парам-пам-пам-пам Либо он дурак, либо ненависти, либо он дурак Спасибо ему огромное, а мы будем заканчивать наш концерт нашей традиционной финальной песней Это песня Александра Дова, теперь его фамилия Дов, а прежде его фамилия была Медведенко Эта песня называется «Пантонима» В прокуренном театре без рамп и кулис, где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист В бездарном томиме, кротких южных зим Неслышно и незримо по времени скользит Как страх, без участия, без слов и без вины На собственные страсти смотреть со стороны Как кровь обыкновенной Разлучилась печаль Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Безумовно, словно тепло, мы тычем все буквы И души, как растения, от эльдинок тяжелые Зимой все начинать Зима поставит грязь на том, что не меня будут все перемены мерзть Как странно дни и ночи, без слез и суеты Отыскивать средь прочих знакомые черты И вновь всю ту же сцену Молчанием очищать Прощай, мой друг бесценный Единственный прощай Прощай, мой друг бесценный Единственный Как странно перед веком Распахивать пальто И снова бессоветно По-детски верить в то Что новогодний хвоей Средь всякой у дерьмы Окупится с рихвою Безумовные зимы В прекрасном белом вальсе Описывать свой круг И искоркой мингальской Взлетать из чьих-то вод Что бой святый на стенах Ложись трепеща Прощай, мой друг бесценный Единственный Прощай, мой друг бесценный Единственный 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 Спасибо, спасибо вам, дорогие друзья. Если, правда, есть желание и свободное время, давайте романемся все сейчас на дубровку и посмотрим презентацию видео-версии мюзикла «Нородост». Я вас приглашаю. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а у вас нет своих песен? Да, они...